Добрый день! Так, будем считать, что все, кто хотел, да, присоединиться, а те, кто присоединились, кто не успел, тот подойдет. Вот. Хорошо. Итак, давайте посвлекомимся. Меня зовут Бугаев Александр Викторович. Я аспирант кафедры электроники твердого тела физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Ну и поскольку факультет физический, да, очевидно, что заниматься с вами мы будем физикой. Вот. Физикой непосредственно 11 класса. Вкратце, да, расскажу, как будет проходить наше занятие. У нас с вами запланировано 7 обычных занятий раз в 2 недели, вот по субботам в это время. Мы будем изучать с вами теорию, вот, большую часть занятия, а в конце постараемся порешать там одну-две задачки, да, как успеем. Вот. На тему, которую прошли на данном занятии. Вот. Занятия будет 7, плюс планируется сделать 4 дополнительных занятия, которые будут скорее в виде такого, ну, либо общения, да, может быть у вас какие-то вопросы, либо же мы можем разобрать какие-то непонятные темы, вот, либо можем вынести более сложные темы на эти семинары, да. То есть, 4 таких вот занятия примерно раз в месяц, вот. Ну, а время их проведения будет сообщено попозже. Вот. Хорошо. Как я уже сказал, да, мы будем с вами изучать теорию. А какую теорию? В курсе 10 класса, скорее всего, вы закончили, курс 10 класса вы закончили на изучении электростатики. А что такое электростатика? Электростатика – это наука, которая изучает неподвижные заряды, да, поля вокруг них электростатические. Вот. Сейчас мы продолжим с вами изучение электричества и перейдем уже непосредственно к электродинамике. Да, вы можете писать какие-то свои вопросы по ходу лекции в чат. Я буду стараться не пропускать, вот, читать и отвечать по возможности. Вот. Хорошо. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана для вас. Вот. Хорошо. Ну, как я уже поспойлерил немножечко, мы будем с вами заниматься электродинамикой. Давайте запишем. Электродинамика. Что описывает, да, что изучает электродинамика? Электродинамика. Электродинамика изучает, собственно, движущиеся заряды, да, то есть, если в электростатике заряды были неподвижны, то в электродинамике заряды движутся. А какое, собственно, основное отличие между, ну, между движущимися, да, и покоящимися зарядами? Покоящийся заряд вокруг себя создает исключительно электростатическое поле. Что касается движущегося заряда, то помимо электростатического поля, он создает магнитное поле. То есть, при, ну, при устатичных зарядах, да, магнитного поля нет. Магнитное поле есть только у движущихся зарядов. Ну, или если как-то объединить, да, то одно, то это можно назвать электромагнитное поле. То есть, одновременно и магнитное, и электрическое поле, да, и, собственно, эти оба поля и описывает электродинамик. Поля у нас бывают, вообще могут быть двух типов, да, давайте запишем. Поле, может быть, да, я сразу извиняюсь, возможно, почерк, я стараюсь писать как можно лучше. Но не всегда получается. Поле бывает стационарное. Что такое стационарное поле? Это поле, которое не зависит от времени, от Т. И, соответственно, ну, такое поле стационарное, да, оно не изменяется со временем. И поле может быть очевидно, если есть стационарное, значит, есть не стационарное. Вот, не стационарное, опять же, очевидно, он зависит от времени. Вот, хорошо. Давайте рассмотрим в качестве примера один электрон. Вот. Ну, какой-нибудь обычный электрический заряд, да, ну, давайте вот выберем в качестве электрического заряда электрончик. Я не знаю. Вот. Выбираем электрон, да, и, ну, он как-то заряжен, это писательно. И электрон состоит вокруг себя некоторое поле. То есть у нас есть поле. И данное поле, электрическое, характеризуется чем? Электрическое поле у нас характеризуется такой величиной, как вектор напряженности. Вот, случается буковка Е, да, ну, это, повторяем, да, вы, по идее, должны это знать. Электрическое поле характеризуется вектором напряженности. И вот посредством этого электрического поля разные электрические заряды могут взаимодействовать друг с другом. При этом, ну, вообще-то говоря, да, поле, оно создается зарядом, но довольно быстро ослабевает при увеличении расстояния от заряда. То есть там зависимость как обратная, квадрат от расстояния. Можно писать, да, это единица на R в квадрате. Вот. То есть чем дальше расстояние, тем у нас уменьшается электрическое поле. Причем это ослабевание, ослабление взрастяно, да. У нас довольно быстрое. Вот, и первый, получается, да, такой. Вот, хорошо. Но, да, оно довольно быстро ослабевает, но при этом, вообще-то, как бы, чисто технически, да, все равно взаимодействуют друг с другом все заряженные тела во Вселенной. Да, пусть там поле уже какое-то минимальное, прям очень маленькое, но все равно оно не снизится до нуля. То есть, как, если вот гиперболку нарисовать, да, она ведь у нас идет как-то так, и она никогда не пересекает ноль. Она будет к нему бесконечно приближаться, но никогда не пересечет ноль. Вот. Соответственно, поле никогда не снижается вообще-то чисто физически до нуля, и поэтому, ну, заряды, которые находятся вот у вас там в комнате, да, там, допустим, даже те же заряды в вашем теле, они посредством своего поля чувствуют заряды где-нибудь там в далеком космосе. Такой вот интересный момент. Теперь представим, что наш электрончик, давайте ниже перерисуем, представим, что наш электрончик начинает двигаться со скоростью v. Вот. Как я уже сказал, если заряд движется, тогда вокруг него появляется магнитное поле. Ну, тоже так, стрелочками посадим. И вот это вот магнитное поле по аналогии с электрическим. Тоже у него есть величина, которая его характеризует, а именно вектор электромагнитной индукции, который означается буквой B. Ну, и, по сути, это аналог напряженности, да, в электрическом поле. И, собственно, как, да, было обнаружено взаимодействие, присутствие магнитных полей вокруг заряженных движущихся частиц. А это было открыто ученым, которого вы должны все знать, ампером, вот, собственно, в его опытах. Он собирал вот такую вот цепь. Сейчас я вам ее нарисую. Вот. Вот тут был ключ. Ну, какой-то источник тока. Дальше шел ключ. Потом был какой-то проводник. Так вот его обозначили. Вот. Ну, и далее цепь замыкался. Вот. И, собственно, а, ну и да, под проводником находился компас. Ну, компас или просто магнитная стрелка, не важно. Ну, и уже, ну да, сейчас вы, конечно, знаете, да, что если замкнуть ключ, то потечет по данной цепи, подчет по данной цепи электрический ток, да, как-то. Вот. И вот в момент, да, когда ток потек, стрелка, она отклонится. Вот. Тогда этого не знали. Вот, собственно, ампер хотел сосечь это отклонение. Но у него, на самом деле, долго не получалось. Потому что по какой-то причине было сделано так, что источник тока и ключ находились в одной комнате, а сам проводник с компасом находились в другой комнате. Вот. И, собственно, ампер пока вот замкнет ключ и добежит из другой комнаты, уже весь пропал, стрелка отклонилась и вернулась назад. Вот. Ну, довольно долго он так мучился, пока не нашел себе какого-то там подмастерья, наверное, вот, помощника. И уже вдвоем можно было обнаружить данный эффект. Вот. Также были проведены, проводились опыты, вот, по определению какого-то взаимодействия, да, электромагнитных, то есть наличие взаимодействия между электрическими полями и магнитными полями. Было вроде как, ну, не то что очевидно, но люди догадывались, что они друг с другом связаны, но было непонятно, как они связаны. Вот. И, собственно, ну, был проведен такой опыт, да, с двумя проводниками. Я вдаваться в подробности особо не буду, но суть в том, что если вот у нас есть два проводника и по ним течет электрический ток, причем по одному проводнику он течет, допустим, в одну сторону, да, по другому проводнику ток течет в другую сторону, то в такой системе проводники будут расталкиваться. Вот. А если же повторить тот же опыт с двумя проводниками, но токи будут направлены, то есть и в одном проводнике, допустим, ток будет идти, электрический ток пойдет вверх, и в другом проводнике ток тоже будет идти вверх, ну, либо оба вниз, не важно. Тогда проводники будут притягиваться. Ну, то есть, такое можно сделать, да, можно сделать вывод, что в параллельно расположенных проводниках, вернее, параллельно расположенные проводники отталкиваются друг к другу, если направление тока в них противоположно, и притягиваются, если направление тока в них совпадает. Мы с вами вот уже оперируем, да, понятием ток электрический, а что такое ток? Давайте запишем отдельное определение. Ток, это, это что? Это упорядоченное движение заряженных частиц. Упорядоченное движение у заряженных частиц. Ну, и, соответственно, частицы движутся, да, как-то упорядочено. Вперед, назад, неважно. Ну, главное, что они движутся, а раз они движутся, значит, вокруг них возникает магнитное поле. Поэтому вот вокруг любого проводника с током, да, в любой там, ванной цепи, неважно, у вас всегда есть поле не только электрическое, но и магнитное. То есть, в целом, электромагнитное поле. Теперь давайте поговорим немного о магнитном поле. Какое магнитное поле? Магнитное поле, вообще говоря, вихревое. Почему? Сейчас пишу. Вот, допустим, у нас есть какой-то проводник. Как-то так. Вот у нас есть проводник с током, да, и по нему течет электрический ток. Допустим, сюда. Вот. Куда в таком случае будут направлены линии магнитной индукции? Это ток. Да, надо понимать, что поле из чего состоит. Оно состоит из линии магнитной индукции. По аналогии, как в электрическом поле, там тоже линии, да, есть. То и в магнитном поле есть, как называемые, линии магнитной индукции. И куда же они направлены? Они направлены по правилу буравчика. О чем нам это правило говорит? Да, спасибо, Александр. Действительно, правило буравчика. Если мы берем буравчик и начинаем его закручивать по направлению движения тока, то, ну, буравчик-то, наверное, немножко непонятно будет. Давайте штопор. Берем штопор, начинаем закручивать его по направлению движения тока. Тогда направление закручивания будет показывать направление линии электромагнитной индукции. Проще говоря, можно взять правую руку, направить большой палец по направлению движения тока и вкручивать, а вкручивание у нас происходит против часовой стрелки вокруг тока. И получается, остальные пальцы в таком случае, помимо большого, будут показывать направление линии электромагнитной индукции. Соответственно, на линии электромагнитной индукции они будут идти как-то вот так. Так вот, вот так вот. И получается в этом направлении. Да? Это у нас B. Вот. А, нет, извиняюсь, это пока еще не B. Так, вот, собственно, таким образом определяется направление движения линии магнитной индукции. А что такое линии магнитной индукции? Давайте отдельно запишем. Линии, я буду стараться сокращать, магнитной индукции. Это линии, касательные которым в каждой их точке совпадают с вектором магнитной индукции. Сейчас запишем, потом объясню. Это линии, касательные, касательные которым в каждой их точке, совпадают с вектором магнитной индукции. Вот, хорошо. Итак, линии магнитной индукции, это линии, касательные которым в каждой их точке совпадают с вектором магнитной индукции. Что это значит? Ну, давайте вспомним, что такое, собственно, касательные. Касательные – это линия, которая имеет одну общую точку с окружностью, то есть точку касания. И при этом радиус вектор, проведенный из центра окружности к этой точке, пересекает касательную под прямым углом. То есть если мы нарисуем где-нибудь отдельную окружность, то радиус вектор, проведенный из центра окружности к точке соприкосновения, будет пересекать касательную под прямым углом. Угол, да, с 90 градусов. Вот. Вот в таком случае данная прямая называется касательной. Соответственно, если мы берем любую точку, берем любую точку на линии магнитной индукции и проводим касательную в данной точке, допустим, как-то вот тут, то эта касательная будет совпадать с направлением вектора магнитной индукции. Соответственно, вот этот векторочек, да, это у нас и есть B. Ну, а если мы выберем другую точку, допустим, вот здесь, тогда вот это вот будет вектор B. А вот здесь, допустим, вот это будет вектор B. Ну и так далее. То есть, видите, да, вектор B в каждой точке, вообще-то говоря, направлен в разные стороны. И он как бы закручивается против часовой стрелки по правилу буравчика. Соответственно, именно поэтому, да, магнитное поле называется векторевым, потому что вектор магнитной индукции в нем закручивается. Можно вот так вот написать, написать направление вектор магнитной индукции, можно вот так вот нарисовать. И вот так вот он у нас направлен. Ну и вообще-то говоря, вектор магнитной индукции, который закручивается, да, то есть вихревой вектор, он, ну, как бы не очень полезен в промышленности там вообще. Гораздо лучше, если бы вектор был направлен куда-то прямо, да, и чтобы это сделать, люди научились использовать вот такую вот систему. Сейчас коррестую. Проводник, который закручен в спираль. Такой проводник, да, закручен в спираль, называется соленоид. Что же происходит у нас в соленоиде? Вот, допустим, у нас вот сюда втекает ток. Соответственно, отсюда он вытекает. Ну, а в соленоиде то течет как-то вот так вот, да, вот так вот, то есть, ну, по-разному. Вот так вот и так далее. Вот, и теперь суть в том, что если провести линии магнитной индукции, так как они, если тут поправили буракчик, окажется, что направление они будут иметь следующего вида. Они будут входить со стороны втекания тока, входить вот сюда, и выходить со стороны вытекания тока. Ну, и, соответственно, опять же представляет собой какую-то такую концентрическую круглуюсть. Ну, и на самом деле линий-то таких много, да, как вы понимаете. То есть, и сюда, и сюда, ну, я как-то так рисую, не очень красиво, но я думаю, понятно. Вот, и они постоянно замыкаются. Да, получается, вытянутые вдоль оси тор, действительно, очень похоже. Вот, и, как я сказал, линии втекают со стороны входа тока и вытекают со стороны выхода. Вот, когда так. Так вот, суть в том, что непосредственно внутри соленоида сумма, ну, очевидно, да, что, если мы будем искать итоговый, ну, как бы, вектор магнитной индукции общий, то он будет представлять собой сумму всех векторов индукции, которые находятся внутри. Ну, как, вообще сумму всех векторов индукции. А их там, ну, бесконечное множество. То есть, это B1, да, плюс B2, плюс и так далее, плюс BN, например. Где N у нас стремится к бесконечности. Вот, куда там поехали. Вот, где N стремится к бесконечности. Вот, и выяснилось, что, собственно, суммарная, суммарная вектор магнитной индукции внутри соленоида направлен как раз по прямой. Ну, то есть, вот так вот. Ну, и это уже, как бы, гораздо более удобно, нежели вихревой вектор магнитной индукции. То есть, еще раз, да, результирующий вектор магнитной индукции, он будет равен сумме всех векторов индукции. Причем, чем лучше намотан соленоид, ну, то есть, чем более плотно прижимаются друг к другу витки, тем гораздо более, ну, тем гораздо лучше вектор магнитной индукции внутри соленоидовую совпадает с прямой. То есть, если намотанно, витки намотаны плохо, да, то там может быть не прямая, а какая-то вот там кривая, грубо говоря, похожая напрямую. Но чем лучше витки намотаны и прилегают друг к другу, да, тем лучше вектор магнитной индукции В будет напоминать именно прямую. Вот. Ну, и у такого соленоида есть два полюса, да. Все вы знаете, что у магнита вообще-то есть два полюса. Это северный полюс, это южный полюс. Вот. Так, хорошо. Хорошо. Теперь давайте перейдем к взаимодействию магнитных полей. Что приходит в голову, когда мы говорим слово взаимодействие? Ну, взаимодействие, да, и сразу должно приходить слово сила, порождающая, да, это взаимодействие. Вот, если мы касаемся магнитных полей, то в данном случае у нас присутствуют две силы. Начнем с первой. Сейчас я как-нибудь обозначу. Вот. Все, первая сила. Первая сила – это так называемая сила ампера. Итак, о чем, ну, что нам эта сила дает? Вот, собственно, ампер, он в свое время вывел закон, да, который, ну, который, который нам говорит, что магнитная сила, которая действует на участок с током, оказывается пропорционально длине этого участка и, собственно, силе тока. Вот, давайте запишем, то есть, еще раз, со стороны магнитного поля на проводник с током, на участок проводника с током действует некоторая сила, которая будет пропорционально силе тока и длине этого проводника. То есть, F, A, равно, вернее, не равно, да, а пропорционально, назначил пропорциональность, длине проводника L и силе тока I. И, так, кто-то нам сейчас написали. Ну, да, конечно, направление зависит от непосредственно, да, от самой обмотки. Да, конечно, спасибо. Так, хорошо. Еще раз, сила ампера, то есть, сила магнитного поля, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током пропорционально, находящийся в этом магнитном поле, пропорционально длине этого проводника и силе тока. Пропорционально, но не равна. А чего же нам не хватает до равности, нам не хватает до этого коэффициента. В честь должен присутствовать какой-то коэффициент. Вот было выявлено, да, что этим коэффициентом, этот коэффициент полностью совпадает с вектором магнитной индукции. Вернее, с модулем вектором магнитной индукции. И, собственно, модуль вектором магнитной индукции определяется как раз таки следующим образом. Как отношение силы на силу тока в проводнике и на длину этого проводника. Таким образом, да, определяется модуль вектором магнитной индукции в каждой точке. То есть, если мы знаем силу, которая действует, и мы знаем силу тока и длину проводника, мы можем определить модуль вектором магнитной индукции. На самом деле, это очень похоже на определение напряженности электростатического поля. Я напомню, что модуль напряженности электростатического поля определяется как отношение силы, действующей со стороны электростатического поля на пробный заряд, помещенный в это поле, к, собственно, величине этого заряда. Собственно, здесь вот это вот Q, да, еще раз, это величина пробного заряда. Таким образом, по аналогии, здесь у нас, как бы, тоже должна быть величина пробного заряда. Проблема в том, что у нас в природе не существует магнитных зарядов, ну, либо пока их не нашли. Вот, поэтому такой один пробный заряд, да, в случае магнитного поля заменяется на пробный проводник с током, если можно так выразиться. Вот. Но, тем не менее, аналогии довольно понятны. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим на направление, куда же направлена сила ампера. На направление силы ампера. Допустим, у нас есть проводник с током. Да, конечно, действительно. Если мы, спасибо, Александр, если мы рассматриваем модуль вектора магнитной интукции, то мы должны брать и силу тоже по модулю, соответственно, силу ампера. Так, хорошо. Допустим, у нас есть некоторый проводник, по которому течет ток. В таком случае, куда будет направлена сила ампера. Сила ампера у нас, и это важно запомнить, всегда направлена перпендикулярно к направлению тока. Да? То есть, перпендикулярно, то есть, под углом 90 градусов. Куда-то сюда. Теперь давайте возьмем вектор магнитной индукции и направим его. Причем, направить мы его можем, вообще-то говоря, под каким-то углом. То есть, здесь мы не ограничено, мы можем направить его под каким-то углом к силе тока. Допустим, сюда. Это у нас B. Соответственно, угол между направлением вектора магнитной индукции и силой тока мы обозначим через альфа. Вот. В таком случае у вектора B очевидно есть две проекции на ось, совпадающей с направлением силы тока. Если мы опустим перпендикулярчики, то мы получим, так называемую, продольную составляющую или параллельную составляющую. B параллельная и перпендикулярную составляющую. То есть, еще раз, вектор B раскладывается на две составляющие. На перпендикулярную составляющую, которая перпендикулярна к направлению движения тока. И параллельную составляющую, которая параллельна направлению движения тока. И вроде как, должно получаться, что модуль силы магнитной индукции должен зависеть от обеих составляющих вектора электромагнитной индукции. Так, еще раз. То есть, мы выявили, что у нас сила ампера зависит от вектора магнитной индукции. Если вектор магнитной индукции раскладывается на две составляющие, значит, вроде как, сила ампера должна зависеть как от перпендикулярной составляющей, так и от параллельной составляющей. Однако, из ряда экспериментов было выявлено, что на самом деле это не так. Определили, что если вектор магнитной индукции совпадает по направлению с силой тока, то сила ампера при этом равна нулю. То есть, нет никакой силы со стороны магнитного поля на проводник с тока. Очевидно, да, что если вектор магнитной индукции с направлением с силой тока, то в таком случае перпендикулярная составляющая отсутствует. А вектор электромагнитной индукции определяется только параллельной составляющей. Если в такой ситуации сила ампера равна нулю, значит, из этого всего можно сделать вывод, что сила ампера не зависит от параллельной составляющей. Вот так вот зачеркнув, да, не зависит. Таким образом, да, остается ну что? Остается перпендикулярная составляющая. То есть, сила ампера зависит исключительно от перпендикулярной составляющей. Вот это вот у нас верно. А вот это неверно. Ну и в каком же случае у нас получится, что сила ампера максимальна? То есть, при каком условии? Нужно соблюдать всегда какое-то условие, чтобы сила ампера была максимальна. Если она у нас, если при параллельных B и E сила ампера равна нулю, то если мы начнем увеличивать угол между направлением тока и направлением B, то и сила ампера, да, начнет расти. И вот, да, правильно подсказывают, что при угле альфа равном 90 градусов, спасибо большое, будет соблюдаться условие максимальной силы ампера. То есть, давайте нарисуем, сила тока у нас, допустим, направленная вот сюда, а B направленная вот сюда. Вот в такой ситуации будет соблюдаться условие максимальной силы ампера. F, A максимально. Вот. Хорошо. Но поскольку, как я сказал, сила ампера всегда перпендикулярна направлению силы тока, а B у нас, как мы выяснили, для максимальной силы ампера тоже должно быть перпендикулярно направлению тока, то и, соответственно, магнитная индукция должна быть перпендикулярна, в свою очередь, силе ампера, для того, чтобы сила ампера была максимальной. Таким образом, да, у нас получается некоторая такая вот перпендикулярная тройка векторов сила ампера, сила тока и... сила ампера, сила тока и вектор магнитной индукции. Вот эти три. Для того, чтобы сила ампера была максимальна, эти три вектора должны быть перпендикулярны друг другу. Ну и давайте наконец в таком случае напишем формулу для нахождения силы ампера. Чему она будет равна? Она будет равна следующей величине. Сила ампера модуль, да, это вот сразу сила ампера равен модуль вектора B умножить на силу тока, умножить на длину проводника и умножить на синус угла альфа где альфа это угол между вектором B и направлением силы тока I вот соответственно синус 90 градусов у нас равен единице, да, в таком случае синус совпадает и сила ампера будет равна только произведению электромагнитной индукции на силу тока и на длину проводника. Так, хорошо. Ну а в чем же измеряется у нас сила ампера? Вернее, в чем измеряется сила ампера, да, понятно. В ньютонах, конечно, как и любая другая сила. Давайте отсюда снова выведем модуль направления электромагнитной, вернее, модуль электроэлектромагнитной индукции. B у нас равен сила ампера модуль, вернее, модуль B равно сила ампера поделить на поделить на произведение I, на L, на синус альфа. Значит, отсюда можно получить единицу измерения для электромагнитной индукции. Единица измерения, как я уже сказал, силы ампера это, как и любой другой силы ньютон, единица измерения силы тока ампер, единица измерения длины метр, ну и единица измерения синуса альфа, да, это синус безразмерная величина, ну, просто единичка. Соответственно, отсюда мы можем получить, что B, электромагнитной индукции, измеряется в ньютон на произведение ампер метр. Вот, ну, для данной величины было выбрано отдельное название, а именно Тесла. В честь Хирпского, да, ученого Николы Тесла, ну, наверное, знаете, или услуги. Вот. Таким образом, что такое один Тесла? Один Тесла это один ньютон поделить на один ампер вложенный на один метр. То есть, один Тесла это один Тесла показывает силу в один ньютон, действующую на проводник длиной один метр, по которому течет ток один ампер. Ну, и на самом деле один Тесла это довольно-таки очень большой, большая величина, да, в жизни мы правил встречаемся с величинами магнитной индукции, ну, порядка на три меньше. Ну, порядка мили Теслы и даже микро Теслы. Вот, хорошо. Теперь перейдем к рассмотрению второй силы. Что написано возле синус альфа? Синус альфа, еще раз, мы тут рассматривали, в чем измеряются величины, у нас сила ампер измеряется в ньютонных, сила тока измеряется в амперах, расстояние, опять, длина измеряется в метрах, ну, а синус альфа это просто единичка. Он безразмерная величина, поэтому, ну, просто написал единичку. Один. Так, переходим ко второй силе. Ну, немножечко забегая вперед, да, это сила Лоренца. Давайте для того, чтобы просмотреть силу, немножечко вернемся к примеру назад, к примеру с электрончиком, который вот куда-то там летит. Вот у нас есть электрон, и он движется со скоростью v. Ну, как было сказано, да, такой электрон создает вокруг себя магнитное поле. Теперь представим, что мы, вот это у нас электрон 1, да, давайте, мы помещаем в это магнитное поле еще один движущийся электрон. Электрон 2, который тоже движется там с какой-то скоростью, ну, v2, тут не v1. вот, и такой вопрос, будет ли между данными частицами какое-то взаимодействие, ну, естественно, помимо электричества, электричества, конечно, будет, вот, помимо электричества. Вот, да, действительно будет, и данная, как раз, сила, возникающая между частицей, частицами, между движущимися заряженными частицами, помещенными в магнитные поля друг друга. Такая сила, называется силой Лоренца. Ну, и, собственно, чтобы получить, получить силу Лоренца, вообще, как говоря, можно из предыдущего, мы привели силу Апера, вот, из силы Апера можно получить силу Лоренца. И давайте сейчас этим займемся. То есть, вообще-то говоря, чему у нас равна сила Лоренца? Сила Лоренца, модуль силу Лоренца, он равен отношению модуля силы Апера, деленному на количество частиц, ну, на n большое. То есть, мы берем проводник с током, на него действует какая-то сила Апера, и отношение данной силы Апера к числу частиц в этом проводнике как раз покажет нам силу Лоренца. Так. Ну, а теперь, да, давайте нарисуем для начала проводник и рассмотрим его повнимательнее. Вот, здесь какой-то такой проводник с током. у него есть поперечное сечение С. Ну, тут, соответственно, тоже, да, С. Вот. И в нем движется какое-то число заряженных частиц, причем, ну, конечное число, да, со скоростью В. Движутся они, ну, очевидно, в одном направлении, да, потому что мы рассматриваем электрический ток, электрический ток, это еще раз упорядоченное движение частиц, то есть, 7, 9 в одну сторону. Так, ну, длина выбранного нами куска проводника, соответственно, равна, ну, обозначим за L. Что нам еще могут? Ну, да, у нас, соответственно, есть какой-то вектор магнитной индукции, направленный под каким-то углом альфа, ну, и раз, опять же, направлен под углом альфа, то, опять-таки, у нас есть параллельная составляющая В, и у нас есть перпендикулярная составляющая В. Вот. Ну, и да, это у нас естественная как бы сила тока течет вот вправо. Давайте посмотрим внимательнее на силу тока. Вот, собственно, что у нас такое сила тока. Сила тока, давайте даже запишем, ну, да, я говорил, что ток это упорядоченное движение частиц, а что такое сила тока? Сила тока это отношение числа, отношение всего, да, прошедшего заряда за определенное количество времени к величине этого времени. То есть, отношение прошедшего прошедшего за определенный промежуток времени отношения прошедшего за определенный промежуток времени заряда к величине этого промежутка. Давайте я напишу просто к величине Т, к величине промежутка времени. То есть, сила тока это дельта Ку, прошедший заряд, на дельта Т, прошедшее время. Хорошо. А что такое дельта Ку? Обратимся к этому рисунку. Как нам найти весь прошедший заряд? Ну, мы можем взять заряд одной частицы, да, ведь вся частица у нас заряжена одинаково, поэтому берем заряд одной частицы куманкой, умножаем на концентрацию этих частиц N маленькой и умножаем на объем, в котором они находятся, на V. Вот. А в свою очередь, что такое V объем? А объем это у нас произведение площади поперечного сечения S на длину проводника L. Теперь давайте подставим объем сюда и получим, что дельта Ку это произведение Ку маленького на R на S на L. Ну и теперь да, можем поставить этот дельта Ку вот сюда и получим, что сила тока это Ку маленькая на N на S на L поделить на дельта T. Так, хорошо. Ну, а собственно, давайте дальше продолжим. Что такое у нас L? L это пройденный путь, верно? А пройденный путь у нас, ну, мы из механики знаем, ну, то есть, да, L это длина проводника, но, по сути, это путь, который прошли частицы от начала этого отрезка длины к концу. А из механики мы знаем, что пройденный путь нас определяется через произведение скорости на время. То есть, Q N S мы переписываем, а L там, можете повторить, что обозначено за N маленькое. N маленькое это концентрация. концентрация частиц в каком-то объеме V. В V. Здесь понятно. Так, что в кулонах? В кулонах у нас заряд. Как они измеряются? Ну, или я, может, вопрос и не понял. Так, хорошо, давайте продолжим дальше. Еще раз, то есть, L это пройдет, не только длина проводника, который мы рассматриваем, но это пройденный путь частиц от начала этой длины проводника к концу. А пройденный путь это произведение скорости частиц на пройденное время. То есть, V умножить на дельта T и поделить соответственно на дельта T. Ну, и дельта T и дельта T сокращаются и остаются только Q N S V. То есть, давайте отдельно выпишем и равно произведение заряда частицы на концентрацию на площадь поперечного сечения и на скорость частиц. Вот. Здорово. А теперь давайте вспомним еще раз формулу силы альпера. Чему у нас равна сила альпера? Сила альпера у нас равна B умножить на I умножить на L и на синус альфа. Ну, и сюда мы теперь можем подставить наша новая I силу получим B умножить на Q умножить на N умножить на S умножить на B умножить на L умножить на синус альфа. Вот, да. И если мы посмотрим повнимательнее, то мы так, да, мы заметим, что произведение концентрации частиц на площадь перешива сечения и на длину, да, дает нам общее количество частиц. Ну, то есть произведение S на A это V объем, но произведение концентрации частиц на объем дает нам общее число частиц. То есть мы можем записать, что сила ампера равна B умножить на Q умножить на N умножить на V и на синус альфа. Где N давайте я выпишу. Это число частиц. Вот. А теперь вспомним, что сказано ранее, то, что сила Лоренца равна отношению сила ампера к числу частиц. Значит, соответственно, запишем F Лоренца равна еще раз F ампера поделить на число частиц равно B V Q N синус альфа поделить на N. Ну, N и N у нас сокращаются и остается B V Q синус альфа. Все верно. Таким образом, да, давайте запишем итоговый вид. давайте по-правильному модуль силы Лоренца у нас равен произведению модуля электромагнитной индукции на модуль скорости частиц на ой, нет, извиняюсь, сейчас я тут не прав умножить на модуль скорости частиц на заряд и на синус альфа. И в данном случае что такое альфа у нас? Так, что такое альфа? Альфа это угол между электромагнитной индукцией и скоростью частиц. Вот. Хорошо, вывели формулу для получается силы Лоренца. То есть, еще раз, что такое сила Лоренца? Это сила, с которой это сила, действующая на движущийся заряд, помещенный в электромагнитное поле. Причем стоит один важный момент отметить. То, что сила Лоренца у нас всегда перпендикулярна скорости. вообще-то говоря. А что это значит? Если сила Лоренца перпендикулярна скорости, это значит, что данная сила не совершает работу. То есть, работа по перемещению, еще раз, она не совершает работу по перемещению заряда. однако, у нас очевидно меняется энергия системы. То есть, ну, давайте запишу. так, извиняюсь. ну, смотрите, если у нас сила Лоренца перпендикулярна скорости, то как будто бы работа по изменению скорости не должна совершаться. то есть, скорость меняться не должна. И действительно, ну, получается, такое противоречие, да, потому что, вообще-то говоря, будто бы, ну, раз есть сила, то по второму закону Ньютона она должна совершать, ну, раз есть сила, то нужно появляться ускорение. То есть, у нас есть какая-то сила, да, и она пропорциональна произведению массы на ускорение. То есть, если есть сила, то появляется ускорение. А если есть ускорение, то как будто бы должна меняться скорость. Однако, сила лоренца еще раз перипетикулярно скорости и поэтому непосредственно модуль скорости не изменяется константно а вот что действительно меняется так это направление скорость направление скорости у нас не константа ну и соответственно вся загадка решается таким образом то есть сила лоренца не совершает работу по изменению модуля скорости но при этом она изменяет направление этой скорости итогового вектор скорости все-таки меняется ну а что касается силы ампера то сила я конечно работу совершает да и работа у нас давайте вспомним чему равна вернее чему нас работа работа силы ампера работа сила на 1 равна произведению данной силы на пройденный путь то есть сила ампера под действием силы ампера некоторые проводник стоком может двигаться и соответственно произведение пройденного пути проводника стоком на величину данной силы у нас работа силы ампера хорошо ну у нас есть еще немного времени поэтому мы можем помешать с вами задачки на пройденную тему давайте начнем силы ампера сразу запишем да но и так значит следующий проводник длиной 0,15 метров проводник длиной 0,15 метров перпендикулярен вектору магнитной индукции однородного магнитного поля модуль которого b равен 0,4 тесла вот сила тока в проводнике и равна 8 ампер определите работу силы ампера которая была совершена при перемещении проводника стоком на 0,025 метров то есть пройденный путь с равен 0,025 метров так и ну соответственно нужно определить работу силы ампера а неизвестно так хорошо сразу стоит отметить тот момент что задача сказано однородное вектор оба индукции однородного магнитного поля что значит слова однородного магнитного поля такие если такие слова написаны это значит что ну очевидно поле однородное и в каждой точке поля вектор вектор оба индукции постоянно то есть он не изменяется хорошо давайте запишем формулу для нахождения модуля силы ампера f ампера равно b на i на l на синус альфа так задача сказано что проводник перпендикулярен вектор магнитной индукции соответственно альфа равно 90 градусов отсюда синус альфа равен единице то есть его можем отбросить вот хорошо ну и таким образом формула для нахождения силы ампера у нас перепишется в следующем видео p и l ну а да как я вот писал выше формула для нахождения работы силы ампера это произведение силы собственно ампера на пройденные расстояния пройденный путь таким образом работа равна вектор магнитный вектор магнитной индукции b умножить на силу тока l умножить на длину проводника l и на больше по перечному сечения с ну и собственно все теперь мы можем подставить численные значения и решить данную задачу то есть 0,4 умножить на 8 амперов умножить на 0,15 метров и умножить на 0,25 тысячных метра и вот подсказывает уже решили 12 тысячных да действительно именно так получается 0,012 ну или можно переписать до 12 миллиджоулей отлично молодцы то решаете параллельно так давайте тогда идем дальше задачка номер два итак на проводник расположенный в магнитном поле под углом 30 градусов к направлению линии магнитной индукции действует сила f то есть у нас есть сила f и у нас есть угол альфа равный 30 градусов если увеличить этот угол в три раза во сколько раз вырастет сила действующая на проводник то есть у нас есть угол бета который равен 3 угла альфа и спрашивают во сколько тогда раз выросли сила действующая на проводник давайте назовем эту силу f альфа альфа да вот f бета у нас два вот да да подсказывает уже в два раза f бета у нас неизвестно ну давайте решим для всех вот очень здорово что вы решаете наперед так ну да очевидно что в таком случае был бета у нас равен 90 градусов на 30 умножить на 3 теперь мы можем написать отношение сил действующих после увеличения угла к силе действующей до увеличения угла то есть f бета поделить на f альфа равно б и и на синус бета поделить на б и и на синус альфа б и и и сокращается остается да только отношения синусов углов то есть синус бета к синусу альфа то есть синус 90 градусов синусу 30 градусов синус 90 градусов у нас единица синус 30 до и целых пять десятых и того действительно получается 2 то есть f бета нас равно 2f альфа сила выросла в два раза здорово отлично молодцы кто решил так ну и давайте еще одну задачку решим определить радиус окружности по которой обращается электрон в однородном магнитном поле с индукцией p равная одна сотая тесла скорость электрона перпендикулярно вектор магнитной индукции и равна 10 на 10 шестой степени метров в секунду масса электрона электрона равно девять целых одна десятая на 10 минус 3 тридцать первой килограмм табличная величина и заряд электрона то что лично величина равен 10 до минус девятнадцать один одна целая шесть десятых на 10 минус девятнадцатой степени кулон и нужно найти радиус окружности по которой обращается электрон так мы для начала да давайте запишем форму для нахождения силы варенца b умножить на в умножить на q и умножить на синус альфа да опять же сказано было что альфа равен 90 градусов отсюда синус альфа равен единице сверкли на флоренца равно просто произведению b на b на у хорошо ну по второму закону да сегодня вспоминаем что если сила значит должно появиться ускорение по второму закону давайте его запишем сразу f равно м а ну а применимо к нам да очевидно что по действиям силу лоренца частицы движется по окружности тесно варенца равно м данной частицы то есть м электрона умножить на а центростремительные то есть сила лоренца определяет центростремительную ускорения я напомню что при движении по окружности центростремительное ускорение направлено Вот так вот у нас, допустим, электрон, да, его скорость направлена по касательной окружности, а центростремительное ускорение направлено непосредственно к центру окружности. Вот, и между ними, да, уголок 90 градусов. И, собственно, сила Лоренца у нас определяет данное центростремительное ускорение. И, ну, опять же, да, я напомню из курса физики 10 класса, что формула для центростремительного ускорения у нас V квадрат поделить на R. V квадрат поделить на R. Значит, отсюда, расписывая вот это равенство, мы получаем, что с одной стороны V, V, Q, а с другой стороны массу электрона умножить на скорость в квадрате поделить на R. Скорость у нас сокращается. Так, Юлия, сейчас давайте решаем третью задачу, я потом обязательно вернусь ко второй. Скорость сокращается, и отсюда R у нас равно произведению индукции на заряд электрона поделить на произведение массы электрона на скорость. Все, можем подставлять численные значения. Да, да, действительно, тут я чего-то напутал, немножко, сам уже заговариваюсь, да, действительно, вы правы, наоборот. Вот, как раз смотрю и думаю, что-то не то. Действительно, да, R у нас равно, получается, произведение массы электрона на скорость поделить на произведение индукции на заряд электрона. Вот, да, спасибо большое. Теперь поставляем данные значения. И получаем приблизительно. Да, приблизительно, ну вот, да, действительно, вы правы, 5 и 8 на 10 в минус четвертой степени метров. Ну, или можем перевести, да, давайте выпишем, R равно 0,57, 58 миллиметров. Вот такой вот радиус окружности, да, по которой движется наш электрончик. Так, там просили вернуть вторую задачу, чтобы сфотографировать, вот возвращаем. Так, ну, на этом, наверное, я думаю, мы можем заканчивать. Всем, да, не за что, Юлия. Все, тогда я могу выбирать. На этом можем заканчивать. Всех я благодарю за внимание. И, конечно, жду на нашем следующем занятии через 2 недели, 28 числа, в то же самое время. Все, спасибо вам большое за внимание, за активность. Проходите. До свидания.